Аркам ТВ представляет Самый интересный город до Исламской Аравии Город Ясриб, сегодня известный как Медина, является одним из наиболее интересных городов до Исламской Аравии. И был таковым даже до прихода Ислама. Конечно, с появлением Ислама Ясриб стал Мединой. А Медина занимает особое место в наших сердцах. Каждый верующий человек любит Медину. Мы любим этот город, потому что посланник Аллаха ﷺ обратился к Аллаху с особой мольбой о том, чтобы каждый мусульманин полюбил Медину. Когда сподвижники переселились в этот город, сперва он им не понравился. Они скучали по Мекке. И поэтому Пророк ﷺ обратился к Аллаху с мольбой. «О Аллах, внуши нам любовь к Медине». «…такую же или даже более сильную, чем наша любовь к Мекке». И Аллах ответил на эту мольбу. Поэтому каждый верующий, который посетил Медину, чувствует любовь к ней, стремится к ней и скучает по ней. Ведь она занимает в наших сердцах особое место. Но что собой представляла Медина до переселения Пророка ﷺ? Она была городом под названием Ясриб, который обладал множеством интересных и уникальных характеристик. Нам точно не известно, когда был основан город Ясриб, но в записях, сохранившихся со времен Вавилона, с 550 года до нашей эры, упоминается название Ясриба. Птолемей, самый известный из греческих географов, еще сотни лет до нашей эры написал масштабный труд под названием «География», в котором перечислил названия городов Аравии, среди которых был город Ясриб. Так что даже знаменитый Птолемей упомянул Ясриб в своем труде. Даже Абраха, который отправился в Мекку с войском, взяв с собой слона, отважился отправиться в Аравию еще за два-три года до истории со слоном. Он пошел на север, мимо Мекки, и завоевал Ясриб на некоторое время до тех пор, пока он не вернулся обратно. После чего город остался таким, какой он был. Однажды я опубликовал у себя в Фейсбуке запись, сделанную на их языке одним из каллиграфов Абрахи в Аравии. Которая гласит «Мы завоевали эти земли, и среди перечисленных земель был город Ясриб». Так что Ясриб существовал очень давно, вероятно, примерно за тысячу лет до нашей эры или даже раньше. Другими словами, он существует уже три тысячи лет. Согласно письменной истории, город Ясриб был основан более трех тысяч лет назад. Что означает это название? Скорее всего, оно происходит от имени одного из амаликитян, который основал этот город, и в итоге он был назван в его честь. Некоторые утверждают, что название города восходит к арабскому глаголу, что весьма маловероятно, так как когда город был основан, арабского языка еще не было. Но мы точно знаем, что на этом месте уже две-три тысячи лет существует поселение. Итак, Ясриб был уникальным городом во многих отношениях. Сегодня мы перечислим только семь. Первое – это его расположение. Ясриб, или Медина, расположен рядом с основной магистралью. Аналог современных автомагистралей, только в те времена по ним передвигались на верблюдах. Крупнейшая магистраль, которая соединяла земли Византии с Йеменом, располагалась в двух шагах от Ясриба. Таким образом, Ясриб был расположен очень удобно. Не прямо на пути, что было бы опасно, так как город могли атаковать войска, но в то же время не слишком далеко от дороги, а на вполне приемлемом расстоянии от нее. Всего полдня пути. Этого было достаточно, чтобы иметь связь с цивилизацией, но и не оказаться прямиком под ударом вражеских войск. Битва при Бадре, кстати, произошла на этой трассе, так как по ней проходил караван Абу Суфьяна. Географически Ясриб располагался в центре Хиджаза, в Центральной Аравии. Если посмотреть на карту, то Мекка расположена намного ниже, рядом с Красным морем. А Ясриб находится на севере, ближе к центру, рядом с крупнейшей магистралью, но не слишком близко к ней. Это был первый пункт. Теперь переходим ко второму. Это место – одно из немногих на всем Аравийском полуострове, имеющих уникальные географические и геологические особенности – подземные реки. Я не помню научный термин, которым они обозначаются. Но, тем не менее, это обычное явление, не распространенное в Аравии. Оно представляет собой настоящие реки, которые текут под землей, точно так же, как и реки, протекающие на поверхности земли. Я не выдумываю. Реки, которые текут под землей, на самом деле существуют. Ясриб или Медина располагаются над несколькими подземными реками. Это уникальное явление. Река, протекающая на поверхности земли, имеет множество преимуществ, но в то же время и множество минусов. В эти минусы входит то, что вода легко высыхает. Ее можно перекрыть, и вода не будет поступать в город. Также, если воды в пустыне станет немного меньше, река высохнет. Подземные реки, которые есть в Медине, не имеют таких минусов. Кстати, я видел это своими глазами, когда посетил ферму в то время, когда учился в Медине. Человек выкопал яму, и из нее начала хлестать вода. И не на поверхности почвы, а под землей. Поэтому в Медине есть колодцы. Если вырыть колодец в правильном месте, глубиной 5, 10, 20 метров, то можно добраться до свежей питьевой воды. Это дождевая вода, стекающая с гор, с севера, которая течет дальше в сторону Тихамы. Таким образом, под этим городом протекают подземные реки. И именно эти реки позволили людям там поселиться. Как всем вам известно, большую часть Аравии занимает пустыня. Там нет ни рек, ни воды. Жителей Мекки Аллах благословил одним чудом — источником земзам. Поэтому там образовался город. Что же касается Ясриба, то здесь было много подземных вод. И это было милостью, данной этому городу. Третий пункт. Благодаря подземным водам в городе было много зелени, и можно было выращивать растения. Ясриб был единственным городом на всем Аравийском полуострове и во всем Хиджазе, который был основан на земледелии. Какие еще города этого региона основывались на земледелии? Очень немногие. Во времена Пророка, ﷺ, Ясриб был одним из немногих городов, основанных на сельском хозяйстве. Можно было засеивать поля, выращивать сады, высаживать огромные финиковые пальмы. Было и несколько других городов, например, Хайбар и так далее. Но Ясриб был расположен в центре и являлся одним из немногих городов, в которых процветало земледелие. Что появляется в результате земледелия? Цивилизация, капитальные постройки и так далее. Если вы занимаетесь земледелием, то вы не бедуины, как большинство жителей Аравийского полуострова. Вы не кочуете с места на место. Большинство арабских племен по своей природе были бедуинами. Они кочевали в поисках еды, воды и зелени. Что же касается жителей Ясриба, то, поскольку они жили в одном месте, у них была возможность создать инфраструктуру. Они вели оседлый образ жизни. Оседлые племена, в отличие от кочевых, строят цивилизацию и поднимают уровень своей культуры. Поэтому гедуины являются более жесткими людьми, а городские люди более цивилизованные и воспитанные. Именно такими были жители Ясриба. Это был третий пункт. Четвертый пункт касается того, что Ясриб был абсолютно уникальным городом, так как являлся одним из немногих мест, где было множество религий. Вряд ли в каком-либо другом городе Центральной Аравии существовало несколько разных религий. В Мекке не проживали ни христиане, ни евреи. В большинстве бедуинских племен и городов вам мог бы встретиться случайный еврей или христианин. Но встретить большую группу людей, которые принадлежат к разным верам и живут вместе, можно было именно в Ясрибе. В этом городе столетиями жили вместе многие племена иудеев и многобожников. Это было совершенно уникальным явлением. Позже мы вернемся к тому, почему это важно. Итак, четвертый пункт – это многообразие населения этого города. Были и другие места, где жили иудеи. Например, в Хайбаре. Однако в Хайбаре не было язычников. В нем жили только иудеи. Большую часть Аравии населяли язычники. В Ясрибе же одну половину населения составляли иудеи, а другую – язычники. Они жили вместе на протяжении столетий. И это станет очень важным моментом. Это был четвертый пункт. Пятый пункт – это история того, как там оказались иудеи. Это очень интересная история. Есть пять разных теорий о том, как иудеи оказались в Центральной Аравии. Одна теория, на мой взгляд, имеет больше всего доказательств, а Аллаху известно об этом лучше. Согласно этой теории, это произошло после разрушения второго храма еще во времена Иисуса Христа. Стена плача, которую мы все видели – это был второй храм. Когда тот храм был разрушен, и иудеи были разбросаны, некоторые группы людей отправились из Иерусалима на юг. Они либо поселялись в Ясрибе, либо шли дальше в Йемен, а затем возвращались обратно в Ясриб. Одно из двух – это были евреи из Иерусалима, которые покинули эти места в поисках убежища после разрушения второго храма во времена Иисуса Христа. Они были изгнаны из Иерусалима и отправились в путь. Затем они либо останавливались в Ясрибе, либо шли дальше в Йемен. Почему в Йемен? Потому что в Йемене проживала одна из самых больших еврейских общин за пределами Иерусалима. Вплоть до 1947 года в Ираке и Йемене проживало наибольшее количество евреев в арабском мире. После этого, как вам известно, все они мигрировали. Так что в Йемене была большая еврейская община. Они либо останавливались в Ясрибе, либо шли дальше и по какой-то причине возвращались обратно. Это было изгнание евреев во времена Иисуса Христа, по причине которого они, в конце концов, оказались в Ясрибе. Шестой пункт. Арабы Ясриба были абсолютно уникальными. Они не были арабами Центральной Аравии. Они не относились ни к одному из таких племен, как Курейш, Хауазин, Тихама или Бану Киляб. Они не принадлежали к известным племенам Центральной Аравии. На самом деле, удивительно, что в самом сердце Центральной Аравии жили арабы, которые не происходили из Центральной Аравии. Откуда они были родом? Откуда были племена Аль-Эус и Аль-Хазрадж? Они были из Йемена. Племена Аль-Эус и Аль-Хазрадж по своему происхождению не были арабами Центральной Аравии. Они говорили на другом диалекте, с другим акцентом. Они писали немного иначе. И у них была другая культура. Они не принадлежали этому региону. Они пришли туда из Йемена. Когда и почему это произошло? Это произошло приблизительно за 150-200 лет до хиджры, когда была разрушена самая большая плотина, когда-либо построенная до современной истории. Точнее говоря, некоторые современные ученые говорят, что это была маорибская плотина, о которой Аллах упомянул в Коране. «Где все хафизы? Здесь сидит 50 хафизов, и никто мне не помогает». «Что такое сейлюль-Арим? Нет, это не плотина. Сейлюль-Арим – это поток, который прорвал плотину. Сейлюль-Арим – это бурный поток, который разрушил маорибскую плотину. Что такое маорибская плотина? Вспомните царицу Савскую и пророка Сулеймана, алейхиссалям. Эта цивилизация еще во времена царицы Савской построила самую величественную плотину, известную человечеству. Говорят, что она была вдвое больше плотины Гувера, которая находится в Америке. И она была построена две тысячи лет назад. Всевышний Аллах сказал в Коране, что из-за их высокомерии «Мы заменили их сады садами с горькими плодами, и мы наслали на них бурный поток, прорвавший плотину». Итак, плотина была разрушена, вода затопила весь регион, и более 50 тысяч йеменских арабов были вынуждены мигрировать. И только одному Аллаху известно, сколько людей утонуло. Это произошло примерно в 300-х, в 350-х годах нашей эры. Какими были йеменские арабы? У них был король, королевство и цивилизация. Их культура была совершенно иной. Их идолопоклонство отличалось от идолопоклонства курайшитов. Йеменские арабы ушли на север, и некоторые из них поселились в Ясрибе. Это были два основных племени – Аль-Аус и Хазрадж. Итак, это был шестой пункт. И он касался того, что арабы Ясриба не были связаны с арабами того региона. У них была другая культура, и их язычество немного отличалось от язычества курайшитов. И, в отличие от всех остальных жителей этого региона, они никак не были с ними связаны. Перейдем к седьмому пункту. Ясриб уникален тем, что этот интересный микс из арабов Йемена и иудейских племен сосуществовал на протяжении 130 лет. В течение этого времени у них были спокойные периоды и жестокие периоды войны. В течение 120 лет шла война между племенами Аус и Хазрадж, и тремя основными иудейскими племенами Банун-Надыр, Бану-Кайнука' и Бану-Курайва. Но сейчас у нас нет времени вдаваться в подробности этих гражданских войн. Достаточно сказать, что в течение 120 лет три поколения этих племен вели войну. И за эти три поколения произошли четыре полномасштабные гражданские войны, в которых Ясриб был практически полностью уничтожен. Каждая следующая война была страшнее предыдущей. Если мы заглянем в книги по истории, то увидим жестокость, массовые убийства, обещания помощи, а затем предательства. Однажды они собрали детей одного племени и зверски убили их. Это было жестокое, безжалостное насилие. Самой последней и самой худшей из них стала битва Буаз, которая произошла в то время, когда Пророк, салаллаху алейхи ва салям, вёл призыв в Мекке. Он проповедует и призывает людей к Аллаху. И в это время происходит последняя и самая жестокая битва 120-летней гражданской войны. В этой битве были убиты более половины жителей Ясриба. Погибло больше половины жителей Ясриба. Все старейшины и лидеры племен Аус и Хазрадж были убиты в этой битве. Все, кроме двоих. Из племени Аус в живых остался Абу Амир Аль-Рахиб, который упоминается в Сирии как Абу Амир Аль-Фасик, так как он сбежал. Из племени Хазрадж живым остался только один лидер. Кто это был? Абдуллах ибн Убай ибн Салюль. Они были единственными лидерами, выжившими после битвы Буаз. Один из племени Аус, другой из племени Хазрадж. Абдуллах ибн Убай ибн Салюль был единственным лидером, который отказался участвовать в войне. Он пытался добиться мира до начала битвы, но его народ не послушал его и отправился сражаться. Когда битва завершилась, он стал героем, так как именно он призывал к миру. Его положение в обществе было высоким до тех пор, пока в город не прибыл посланник Аллаха, салюллаху алейхи ва салям. И там уже проявилось его высокомерие, ведь он считал, что теперь он будет королем. Итак, как это все к нам сегодня относится? Что произошло 1444 года назад? Произошла хиджра. Пару дней назад мы отметили первый день года по хиджре. Вы ведь следите за календарем. Хиджра произошла 1444 года назад, когда Пророк, салюллаху алейхи ва салям, переселился из Мекки куда? В Ясриб. Почему Аллах, субханху ва тааля, выбрал Ясриб? Я упомянул семь пунктов. На самом деле их больше, но лекция позволяет нам рассмотреть только семь. Каждый из этих семи пунктов является причиной, по которой Всевышний Аллах избрал Ясриб для нашего Пророка, салюллаху алейхи ва салям. Он не думал о Ясрибе. Он не стремился туда. Ясриба не было в его планах. Когда Аллах, субханху ва тааля, показал ему земли Ясриба во сне, там не было никаких заголовков или подписей, что это место называется Ясриб. Аллах показал ему финиковые пальмы и внушил ему, что это то место, куда он совершит переселение. И наш Пророк, салюллаху алейхи ва салям, начал тосковать по этому месту и стремиться к нему. И он сказал «Я начал думать о Йемене». Йемен расположен далеко на юге. И там тоже есть прекрасные финиковые пальмы, вода и цивилизация. Он начал думать о Йемене. И кто бы мог подумать, это место оказалось Йеменом в миниатюре. Ясриб – это мини-Йемен. Кстати, почему именно Йемен? Потому что у Йемена была сила. Его народ отличался от людей других регионов. Поэтому наш Пророк, салюллаху алейхи ва салям, похвалил народ Йемена, сказав «К вам придут люди с самыми мягкими сердцами и искренней верой». Мудрость в Йемене и вера в Йемене. Он хвалил народ Йемена. А Йасриб – это мини-Йемен. Почему? Потому что племена Аус и Хазрадж родом из Йемена. Посмотрите на все эти пункты. Для того, чтобы построить исламскую столицу, важно расположение. Йасриб имел идеальное расположение. Чтобы построить цивилизацию, нужна вода. И в Йасрибе была вода. Нужны строения. В Микке не было двухэтажных зданий. А в Йасрибе они были. В Йасрибе была цивилизация и сельское хозяйство. Столице необходимо продовольствие. Нельзя позволить народу голодать. Поэтому, когда они целый месяц были в осаде во время битвы у рва, у них была вода. Запасы воды не могли закончиться. Еда заканчивалась. Однако ее запасов хватило на целый месяц. Даже несмотря на то, что в течение месяца им не поступали никакие продукты, все это время городу хватало своих запасов. Что же касается разнообразия культур и религий, то, субханаллах, ислам станет многонациональным и охватит многие религии. Ислам будет править большим населением. Не может быть однородного общества в то время, когда зарождается ислам и не спосылается Коран. Коран должен показать людям, как разные веры уживаются вместе, как сосуществуют разные религии. И Ясриб наглядно это продемонстрировал. Что же касается иудеев Ясриба, то можете ли вы себе представить, откуда бы мы взяли все эти истории об Ану Исраиль? Истории предыдущих пророков? Все эти аяты, которые бросают вызов иудеям и христианам? Которые бросают вызов сынам Израиля? Из которых мы извлекаем пользу и которые делают ислам частью мировой истории? Нам нужны были иудеи Ясриба, чтобы Коран мог быть неспослан, и чтобы Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, мог продемонстрировать, как эта вера связана с предыдущими религиозными традициями. Относительно племен Аус и Хазрадж, нам не нужны племена, связанные с другими племенами. Нам не нужны племена, глубоко укоренившиеся в регионе. Зарождается новая вера. Она искоренит других людей, поэтому Аус и Хазрадж не могут иметь связи с племенами Хауазин, Кинда или Курайш. Они должны быть независимыми, какими они и были. Этнически они были другими. У них не было сильных биологических связей с другими племенами. Поэтому, когда Ислам придет, он может взять верх над племенами Аус и Хазрадж. Эти племена уникальны. Они знают об этом и могут принять новую веру. Что же касается битвы Буаз, то сама Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что Аллах даровал пророку, салаллаху алейхи ва салям, битву Буаз. Почему? Потому что люди устали от войны. От 120 лет гражданской войны, массовых убийств, беспредела и хаоса, национализм и скверная религия объединились. И это было ненавистно народу. Таким образом, все старейшины погибли, кроме двоих, которые были нужны, чтобы мы узнали, что такое лицемерие и как вести себя с плохими людьми. Аллах оставил их в живых по своей мудрости. Общество в большинстве своем не могло существовать под руководством скверных лидеров. И они были полностью уничтожены. Теперь осталось новое поколение людей, которым по 20-30 лет, которые не следуют по пути старшего поколения, и устали от поведения старшего поколения, которые открыты новому и стремятся преодолеть то, что продолжается уже 120 лет. И вот они слышат об исламе, субханаллах. Братья и сестры, я клянусь Аллахом, если вы взглянете на эти пункты, то увидите, как Аллах, субханаху ва-та'аля, спланировал события, которые произошли за две тысячи лет. Изгнание иудеев, уничтожение Маарибской плотины, переселение иудеев и племен Аус и Хазрадж, войны, расположение города и так далее. Все становится на свои места. Все произошло в нужном месте и в нужное время. Вот что такое предопределение Аллаха. Когда Аллах, субханаху ва-та'аля, хочет что-то сделать, Он делает, и мы не понимаем, как. Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него. Вот как Аллах, субханаху ва-та'аля, облегчает дела. Мы не понимаем, как. Я рассказал вам то, что нам известно. А что же насчет того, что мы не знаем о Ясребе? Что насчет того, что нам неизвестно? По каким еще причинам был избран именно Ясреб? Когда ты видишь мудрость в том, почему Аллах избрал этот город, это изумляет тебя. И ты видишь, как все становится на свои места. Ты осознаешь, что когда Аллах принимает решение и говорит «Будь», то это непременно случается в нужное время, в нужном месте, именно так, как задумал Аллах. И последнее. Я постоянно говорил Ясреб. Но на самом деле мы должны называть его Ясребом только в том случае, если говорим о доисламской Медине, что я сегодня и делал. Мы не должны называть современную Медину Ясребом. Всевышний Аллах упоминает Ясреб в Коране. Скажите мне, в каком именно аяте он об этом говорит? Где все хафизы? Вы спросите, шейх, вы говорите, что нельзя называть Медину Ясребом, но ведь сам Аллах называет ее так в Коране. Я отвечу, что здесь Аллах, субханаху ва тааля, сказал то, что сказал лидер лицемеров. Лицемеры продолжали называть этот город Ясребом. Они не называли его Мединой. Во время битвы Урва лицемеры сказали… Так что Аллах описывает то, что сказали лицемеры. Мы не называем этот город Ясребом. В Сахих аль-Бухари приводится хадис, в котором передается, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, вернулся из похода. И, увидев Медину, сказал… «Якулюна Ясреб, ва хия л-Медина». Они называют ее Ясреб, но это Медина. В муснаде имама Ахмада передается, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, сказал… «Кто назовет этот город Ясребом, пусть покается и скажет «астагфируллах». Из этого следует, что уже в то время нельзя было называть Медину Ясребом. Таким образом, название Ясреб используется только в том случае, если речь идет об истории. Что же касается современного города, то мы его больше так не называем, мы называем его Медина. Конечно, у этого города есть и другие названия. Самые основные – это Тайиба и Тада. Так называл этот город наш Пророк, салаллаху алейхи ва салям. Также в Коране упоминается одно из его названий. Помогите мне, как Аллах назвал Медину в Коране? «…Дом». Аллах назвал Медину «домом». И это стало одним из названий этого города. Давайте подведем итоги. Суть сегодняшней лекции состоит в том, чтобы напомнить нам о хиджре и о том, что план Аллаха – это бесконечная мудрость. Мы можем начать замечать некоторые мудрости, но когда Аллах хочет что-то сделать, то это будет сделано. И тот, кто уповает на Аллаха, знает, что его план осуществится. Что бы ни происходило в нашей жизни, все это – взаимосвязанные вещи, происходящие во многих поколениях. Мы не знаем, как, что и почему, но все это – предопределение Аллаха, субханаху ва тааля. Когда Муса, алейхиссалям, блуждал по пустыне, потерянной, со своей беременной женой, без еды и воды, он увидел свет посреди пустыни и пошел к нему. И в этот момент Аллах сказал ему «Все, что тебе кажется хаосом, на самом деле не хаос, о Муса. Ты пришел сюда по моему предопределению. Я сказал, принял решение и предопределил, что все произойдет именно так. В мире нет никакого хаоса. Все происходит по предопределению Всевышнего Аллаха. Мы уповаем на Аллаха и взываем к Нему с мольбами о том, чтобы Он предопределил нам наилучшее». Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.